Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Давайте я сейчас зачитаю. Если вы считаете, что такие истории полезны на моем канале, то ставьте лайк, подписывайтесь, распространяйте в соцсетях. Давайте приступим. Итак, Галина, добрый день! Хочу поделиться не совсем стандартной историей, которая не касается взаимоотношений. Тема весьма деликатная. Хочется услышать ваше мнение психолога и получить квалифицированный совет. Квалифицированных советов психологи не дают, потому что психологи советов не дают. Дело в том, что стало замечать вокруг себя много одиноких, красивых, умных женщин, но при этом одиноких. Женщин, которые имеют образование, работу, квартиры, но нет в них главного. У них нет мужчины. А вот смотрите, у вас какая установка нет в их жизни главного, дефис, мужчины. А кто говорит, что главное в жизни женщин это должен быть мужчина? Повод задуматься, да? Это определенная установка навязанная. Я бы сейчас не хотела останавливаться на вопросе, почему так случилось. Речь о другом. Современная медицина предлагает таким девушкам способы искусственного оплодотворения донорской спермой. И тут встает вопрос этики. Насколько правильно рожать ребенка от неизвестного какого-то отца. И тем самым изначально лишая его возможности иметь полноценную семью на ребенка. Но с другой стороны, если женщине 40 лет, то ждать принца дальше тоже нерационально с точки зрения репродуктивной способности. Логично. Не будет ли это выглядеть эгоистично со стороны матери по отношению к ребенку? Как в будущем сложится самоидентификация личности самого ребенка? Будет ли он ненавидеть свою маль за то, что она лишила его отца? Или наоборот, будет ей благодарен за то, что в таких условиях она решилась родить и вырастить его самостоятельно? Что вообще следует говорить ребенку в будущем, когда он спросит, кто его папа? Я знаю, что такие дети уже рождаются и даже уже есть взрослые. Какие возможны варианты развития отношений мать-ребенок? Дело тут не просто в неполной семье. Здесь существует принципиальная разница. В случае донорства ребенок априори лишен каких-либо знаний об отце. Даже сама женщина не владеет этой информацией. То есть некий пласт личности уже изначально отрезан. Не будет ли это поводом в будущем для проблем с психикой у таких детей? Нет, конечно. Как следует вести себя женщине, которая решается на такой ответственный шаг? Может быть, впоследствии она встретит мужчину, который примет на себя отцовство в плане воспитания. Но правду все равно скрывать не стоит от ребенка. Как быть в ситуации, когда тебе 40, а мужчины нет? Решаться на такой отчаянный поступок или остаться вообще без детей? Да, на этот вопрос никто правильно не ответит, конечно. Буду не против, если вы озвучите это письмо в соответствующей рубрике. Возможно, для кого-то будет актуальная тема. Спасибо. Здесь девушка сама просит, чтобы вы об этом порассуждали в комментариях. Какие у вас мнения на эту тему? И спрашивает, в принципе, моего мнения. Сейчас я вам расскажу. Все очень просто. Если это касаемо вас лично, я могу точно сказать, что это ваша личная проблема. Человек, который берет на себя такую ответственность, как всегда говорят, у моего друга, у моей подруги существуют женщины, какие-то ситуации. Соответственно, мы же это, как правило, о себе говорим и примеряем. Это ситуация очень часто не у подруги, а у друга происходит. А у меня, просто сказать это у меня, ну, как бы не очень страшно, может быть, да, или я стесняюсь. Смотрите, у человека, у которого возникнут такие мысли и вопросы, которые вы задали, изначально своя проблема с родителями существует, да. Вот у меня, например, такой мысли не возникнет, да, не могу ли я навредить психике ребенку, то, что он без отца и так далее. Потому что у женщин, как правило, мысль и желание, у женщин, которые готовы к этому, да, к какому-нибудь, там, рождению ребенка из пробирки и тому подобное, у таких женщин просто на стойках сильно желания, которые взвешенно, да, к этому подходят, что им наплевать, что о них подумают, скажут. Они не думают в тот момент, а как я буду ребенка воспитывать и что обратно. Это не сама первая причина, да, не самоважность вообще, на что они обращают внимания. А человек, который об этом думает и боится принять это решение, решиться на такой поступок, его останавливают вот такие моменты. Моменты эти останавливают, потому что есть травмы на эту тему, есть страхи, опасения, они же не просто так возникают, да. Это какой-то опыт, это, может быть, какие-то свои личные проблемы в этом плане, да. Вот у меня с родителями там как-то было так же, да, или у меня там не было мамы или папы. В общем, то чересчур определенные, это определенные, как бы правильно выразиться, это определенное сопротивление, это определенный страх брать ответственность. И поэтому психика моя ищет оправдания, всякие моменты, а какие потом в будущем могут быть вопросы, трудности. Я сейчас пытаюсь себя понизить тревожность, просчитать, успокоить себя и вступать в это. Я считаю, что если такие вопросы вообще возникают, лучше этого не делать. Потому что если не получится, и возможность там 10 вопросов, которые вы сейчас в письме озвучили, хотя бы один реально потом всплывет, и ребенок там будет спрашивать, а то мой папа, а я там из пробирки, чем-то такое возникнет, да. Потому что это будет повод, такой, это для вашей психики такую отсрочку делать, это будет повод, я так и знала, будут проблемы, я так и думала, я с этим столкнусь, я разочарована и так далее, да. То есть это определенный такой запас прочности психика себе дает на непринятие ответственности. На самом деле это вопрос принятия ответственности. Чтобы всегда думать, а какой-то косяк вылезет, я так и думала, что будет очень повод себя повинить, что кто-то виноват, обстоятельства, я знала, что шла, вот все-таки так выделила и тому подобное. Не брать на себя потом в будущем, если такой косяк какой-то вылезет, вот слишком много было, да, вопросов в письме. Если такой вопрос появится где-то в будущем, я могу, скажем так, себе какое-то оправдание там, да, найти или еще что-то, в общем, я не знала, что так может быть. Это, короче, сейчас не об этом. Если конкретно отвечать на ваши вопросы, их очень-очень много, я могу проще сказать. Про взаимодействие ребенок и мать. Не важно, один родитель воспитывает или двое. Важно ребенку, чтобы его любили, безусловно, все, точка. Ребенка нельзя залюбить, заласкать, облюбить и так далее. Ребенка будут любить просто за то, что он существует. Один человек, мать или отец в состоянии дать достаточное количество любви ребенку. Просто любить искренне, безусловий, любого, какой бы он ни был. Поэтому проблем взаимодействия мать с матерью и ребенка. Нет у него отца. Что, как ему объяснять вся история, этого не будет. Не будет этих вопросов, если у ребенка достаточно любви. Да, продумать заранее можно. По-взрослому объяснить ребенку, ребенку в будущем, что, почему, откуда он появился. Зачем врать, придумывать, папа в космосе или еще что-то такое. Зачем, короче, это лишние как бы вопросы взрослых, не детей вы озвучили. Это вопросы взрослой женщины, которая боится это делать, ищет сейчас каких-то оправданий, пытается подготовиться и так далее. Это говорит о нерешительности. Но если ты не готов этого делать, просто не делай. Потому что придет когда-то со временем момент, когда скажешь, ой, я знала, что я в этом не готова или будет проблема. Это твои личные просто страхи, кто об этом думает, я имею в виду, да? Если ребенка любят, принимают таким, какой он есть и любят, без условий. Проблем взаимодействия матери и ребенка, проблем с психикой у ребенка, что у него одна мать, не будет. Блин, и мне вообще кажется, у нас, знаете, при наимении даже отца, я бы это назвала, однополые семьи воспитывают детей. Когда папа даже присутствует, а воспитанием ребенка занимается мама и бабушка. Папиного голоса вообще нет. У меня вот вопрос вообще возникает, зачем там мужик, в принципе, рядом, понимаете? Ну, сколько у нас воспитано, я называю это однополыми семьями. Когда мама и бабушка воспитывают мальчика, девочку, неважно. Сколько у нас матерей одиночен, без отцовщины, навалом вообще. Что, все с больной психикой, все какие-то, наверное, не с отклонениями вообще, с комплексами и так далее? Нет. Вот это клеймо без отцовщины, оно прошло в советское время, это еще было, уже, простите, но лет 50 уже прошло. Как это переродилось, все, к этому сейчас проще относятся, это сейчас не проблема. Поэтому думать, что если вы идете на такой шаг и думать, что я заранее рожу ребенка, я его буду калечить, если ему будет плохо, ему будет не доставать отца, он будет с комплексами, проблемами и так далее, если вы так думаете, рассуждаете, это ваши страхи, вы этого боитесь, значит, так и будете делать. Если этого бояться не будете, вы не будете об этом заморачиваться, вопрос вообще у вас этого не станет, вы будете спокойно любить своего ребенка, растите, и у него таких мыслей, комплексов не появится. И проблем с психикой в том числе не будет никаким покалеченным. Потому что таких детей вокруг и без пробирки, без отцов, однополовоспитанных папой, бабушкой, несколькими поколениями женщины, прабабушка еще бывает в одной квартире, живут без папа, или папа существует как аморфное некое существо вообще, как цветочек в горшке, да? Их каждый второй у нас в стране, я имею в виду Россию, по крайней мере, на, ва, лам. И что, все обделенные такие, вот, честно, когда у женщины есть финансовая, скажем так, база, вот честно скажу, финансовая база, она может дать образование ребенку, любовь безусловную. Если она работает, она может там няню какую-то оплатить, которая, или там ее кто-то из родственников, неважно, да, за ребенком будет смотреть, если она будет искренне свою ребенку любить, общаться, понимать его, давать ему общение и любовь, что в этом плохого? Это же классно. Поэтому бояться, это проблема, если такие вопросы возникают, комплексы определенные, это проблема в голове человека, который этими вопросами задается. Это определенная неуверенность в себе, связанная с прошлым бэкграундом, или проблема принятия ответственности, или плохой опыт со своей семьей, со своими родителями и так далее. Не надо так сильно париться, слишком чересчур тянуть на себя одеяло, это все не так страшно. Поверьте, у нас в полном, вы вообще задумайтесь, сколько у нас полных семей с папой и мамой, которые бьют своих детей, не смотрят на их потребности, детей своих не любят, занижают им самооценку, унижают и так далее. Вот они полные семьи с отцами и матерями. Вот порой хочется у таких социально одобряемых родителей детей забрать вообще. Ну потому что так нельзя вообще. Что вот, кого они воспитывают и калечат? Вот они воспитывают больных детей с психикой проблемной. Поэтому если у меня все окей, я буду любить ребенка, социальному давать там какой-то минимум образования, питания, одежды, тогда я это потяну, почему нет? Может, ты вырастешь еще более счастливого, успешного человека, никакого не калеченого. Что вы думаете на эту тему? Очень интересно. Что вы думаете на эту тему? Подписчики, пишите в комментариях, очень интересно ваши рассуждения. Вот я с точки зрения большой психологии, своей житейского отношения к этому отношусь. Я оставляю всегда свою почту в комментариях, под видео, там в инфобоксе, смотрите, пишите ваши истории, задавайте вопросы или записывайтесь на психологические консультации ко мне онлайн. Спасибо за внимание, всем пока!